Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в телеграм-канале сообщает о том, что выпускники педагогических классов, поступившие научную форму обучения в региональные вузы и СУЗы на педагогические специальности с сентября 23 года могут оформить ежемесячную выплату в размере тысячи рублей. Такая мера действует впервые. Она разработана администрацией Самары в надежде привлечь молодых педагогов в образовательные организации не только областного центра, но и всего региона. Для оформления выплаты, зарегистрированным в Самаре по месту жительства или пребывания, можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную информацию можно получить по телефону, указанному на экране. Администрация Куйбышевского района сообщает о том, что продолжается адресное информирование жителей с членами участковой избрательной комиссии. Именно они информируют жителей о предстоящих выборах губернатора Самарской области, которые пройдут с 8 по 10 сентября. Стоит отметить, что информаторы не являются агитаторами кандидатов, представленных на выборы. Администрация Кировского района в Телеграм-канале призывает проголосовать за лучшее граффити фестиваля стрит-арта «Форм-арт». Каждый желающий может отдать свой голос за понравившуюся работу по бесплатному номеру, указанному на экране до 17 августа. Необходимо указывать в тональном режиме индивидуальный номер участника от 1 до 14. Проголосовать можно только один раз. В отборочном этапе голосования участвует и Самарская область. Это мурал, изображенный на школе номер 12. Он называется «Открытие возможностей» и его номер для голосования 12. Победители получат гранты, некоторые из них смогут создать граффити в городе Киров в 2024 году.